Вот буквально сейчас, накануне эфира, появилась информация, что белорусские вертолеты военные на границе с Польшей то ли пересекли кордон, то ли не пересекли, то ли в его районе оказались. Но пока еще не вся подтверждена информация, но об этом заявил Минобороны Польши. Причем все это воспринимается в контексте утренних заявлений Лукашенко о том, что он якобы, ну я, так сказать, сам это перефразирую, пошутил насчет туристического похода на Жешев и на Варшаву ЧВК Вагнер. Хотя никто не смеется и все очень серьезно реагируют. Вот я хотел с этого и начать. Давайте обсудим, что происходит. Ведь появились, я вот услышал мнение, сланговый на опровергнице, либо подтвердите, либо выскажите свое мнение, что вообще в Беларуси с большим напряжением восприняли появление ЧВК Вагнера. Я сейчас имею в виду не тех противников режима, которых там большинство, там население, это понятно, это само собой. Но даже и внутри власти это, мягко говоря, без восторга было воспринято, появление в поселке Цель Могилевской области вот этого лагеря с непонятным перспективой и непонятным функционалом ЧВК Вагнера. И особенно заявление в Москве, которое сделал Лукашенко о том, что они его упрашивают, значит, ха-ха сходить с туристическим рейдом на Варшаву и Жешев. Вот как вы об этом нам расскажете? Ну, это явно нагнетание обстановки, потому что это такие карты шантажа в руках и Путина, и Лукашенко, но я думаю, что не особо сам Лукашенко-то знает, что делать с вагнеровцами. Но на самом деле у нас информации очень мало, и пока никто точно не знает, какая цель на самом деле нахождения вагнеровцев в Беларуси. Мы знаем, что сегодня прибыла уже 14-я, по-моему, колонна наемников, и в целом в Беларуси находится там 3-800-4 тысячи человек, и колонны продолжают прибывать. Но наша мониторинговая группа белорусских районов говорят, что они прибывают без тяжелой техники, но, конечно, это все выглядит как скоординированная Кремлем операция. И опять же повторю, что сам Лукашенко не знает, что с этим делать, его просто поставили перед фактом, что они прибывают, и они у вас там организуются, и Лукашенко рад услужить, уже им там палатки поставил. И вагнеровцы, конечно, могут быть использованы по-разному, ими можно создать постоянное давление на Польшу, и Литву, и тут же Джешу, да, Польша, это какие-то рандомно выбранные города на самом деле. Возможно, они будут задействованы для провокаций, и, возможно, Лукашенко надеется, что вагнеровцы помогут защитить самого Лукашенко. Но самое главное, вагнеровцы, это еще один способ Кремля контроля над Белоруссией. Но режим пытается это продать белорусам прежде всего, как будто вагнеровцы будут тренировать белорусскую армию, но поддержки, вы уже сказали, среди белорусов нет, и даже среди тех белорусов, которые, как мы их называем, ябатьки. Потому что все это очень рискованно, это вооруженные люди, у которых, знаете, без царя в голове делают, что хотят. Всем известна слава вагнеровцев. И навряд ли, я думаю, что и поклонники Лукашенко навряд ли понимают, что с ними делать. Так, спасибо. Смотри, Алексей, вот мы вдогонку тебе вопрос. Ты помнишь же эту историю в августе 2020 года, когда 30 вагнеровцев, естественно, были в самый канун выборов в связи с операцией, якобы. Никто так толком ничего не понимает операции СБУ, которые проводили по возможному принудительному посадке самолета в Одессе. Значит, транзитом должны были следовать через Минск, и, собственно говоря, как с ними достаточно жестоко обошелся, жестко обошелся Лукашенко, подозревая, что они по его душу приехали. Что тогда было напряжение огромное с Москвой, то ли его хотят убрать, то ли не хотят убрать. Ну, Сулзан Георгиевна тогда принимала участие в выборах, но как это виделось из Украины? И теперь, как там ты 30 человек, значит, ломал, а здесь у тебя, как Сулзан Георгиевна, почти 4 тысячи. Ну, разные цифры называются, но пусть 4, 3 800 сейчас там находятся. Как это все сочетается? Даже если Путин его уговаривает, ну ты размести, ну давай и так далее, он выслуживается, но ведь эти риски-то никуда не снимаются. Ему тоже, получается, их надо куда-то канализировать, получив, конечно, с Кремля за это деньги. Он может, так сказать, пойти на какую-то тоже провокацию, чтобы списать на них и как-то сбросить себя в Африку, или в Польшу их сбросить, или еще куда-нибудь. Вы же знаете мое мнение, что провокация уже идет, но внутри провокация. Так. Не может себе лицо, именующее себя президентом, хотя мы знаем, кто президент, вот президент Беларуси перед нами, законный избранник. Светлана Георгиевна, конечно, конечно. Да, но он именует себя президентом и осуществляет то, что в западной политологической новке называется эффективный контроль над Беларусью. То есть он управляет силовой машиной, соответственно, подавляет. И вот он, этот человек, вместе с Путиным, задействованным в обеспечении информационной операции. Что же это за операция, какого масштаба она должна быть и провокация, чтобы два президента информационные обеспечивали заявлением, что им хочется в Париж, им хочется в Жешево, им хочется в Варшаву и вообще западно-польские земли были подпадены Российской империей, Польшей. Проводится операция стратегического масштаба, мы внутри нее. Тут вопрос, как далеко она зайдет и какие истинные цели она преследует. И все эти заявления, перевозка вагнерцев, атаки беженцев, с помощью беженцев белорусских, вернее, польских пограничников в территории Беларуси. Залет только что вертолетов, это не случайно, это спланированная по ходу акция, рассчитанная по шагам, ведет она к определенной кульминации. Я думаю, она будет ближе к середине сентября или октябрю. А сейчас идет мягкая раскачка. Почему? Потому что учение в Запад-2023 Беларуси начинается, российско-белорусские, и учение спасателю ДКБ, стена 2023 начинается, 4-5 сентября. Это будет создана межвидовая группировка войск. Как вы понимаете, она подобрет любые провокации очень надежно и усилит любой сигнал. Даже невинный бросок кирпича, когда за тобой, за твоей спиной группировка. Но зачем нужно учение в ДКБ? Во-первых, потому что это кризисное реагирование, это же учение по кризисному реагированию. Во-вторых, например, они могут создать базы для этих самых беженцев, широкую инфраструктуру, которые пойдут уже широкими волнами на польскую или литовскую вернусь, атакую уже основательно. И для меня ничего случайного здесь нет. И я бы рассматривал этот вопрос, мне хочется его рассмотреть. Вопрос с точки зрения белорусского суверенитета. Что делает Лукашенко, который всю жизнь кичился, что он защищает белорусский суверенитет? Увеличился или уменьшился в результате этого белорусский суверенитет? Вооруженная группировка. Известная тем, что она совершенно недавно захватывала штаб российского военного управления Руссоя. И ходила в наступление на Москву. То есть они, мягко говоря, малоуправляемые люди, безбашенные. В количестве почти двух уже бригад по численности находятся на территории Беларуси. Люди, которые распиливают пленных, которые там много чем занимаются и так далее. Увеличила ли это реальный суверенитет? Вопрос. Увеличила ли реальный суверенитет Беларуси использования этих людей для провокации против стран НАТО? Открытый вопрос. Риторический вопрос. Увеличила ли реальный белорусский суверенитет перебазирования тактического ядерного оружия Российской Федерации на белорусскую территорию? Риторический вопрос. Увеличила взаимодействие силовиков Беларуси, визеристов, в северообороны, обучение их инструкторами Вагнеров, а обучение это всегда интеграция. Риторический вопрос. Да и даже самому Лукашенко, который позирует в качестве президента Беларуси, не являясь им, но, мягко говоря, большой вопрос. Это же как травить зайца волчьей стая. Ты никогда не знаешь, на кого обернутся волки в нужный момент. Поэтому белорусский суверенитет сейчас под угрозой, наверное, самой серьезной угрозой за все время существования независимой Беларуси. И Лукашенко предпринимает действия, может играть трижды какую угодно игру, пытаться мануть Путина, Вагнер, поляков, самого себя и так далее. Но он уменьшил реально, де-факто уменьшил суверенитет Беларуси в настоящий момент. А как мы называем человека, который гражданина своей страны, даже не берем его фактическое положение в иерархии, который предпринимает действия по уменьшению реального суверенитета своей страны? Как мы его можем квалифицировать? Государственная измера. Государственная измера. И эти действия... Скала, да, нести на груз. Это действие... Учение называется Скала-2023. Эти действия по уменьшению беларуского суверенитета представляют самую серьезную угрозу беларуской государственности после начала вообще войны и использования беларуской территории для агрессии. Он втягивает Беларусь, 9 миллионов человек, в очень авантюрную игру, преследует какие-то свои личные цели, попытку перебалансировки и так далее. Но вообще-то то, что они делают, имеет все признаки, пока подпороговые, но приближающиеся к прямой формальной классификации их действий как военной агрессии против стран МАТ. Вот что он сейчас делает. Делает в унисон с Путиным. Поэтому, возможно ли провокация? Мы внутри провокация. Вопрос, куда она перейдет? Ведь уже в пограничников кидают камни. Вот уже вертолеты залетели. Поэтому мы можем взять все, что угодно. В том числе... Можно, Мартин? Можно вопрос задам? Вы сказали, если по поводу кульминации в сентябре, это в чем будет выражаться? Потому что группировка будет создана под учение. Второе, это то, что будет группировка с силой ДКБ. Была создана. На самом деле, ген будут российские и белорусские, конечно. То есть это обеспечение для либо беженцев, которые пойдут штурмовать, либо тыловое обеспечение военного конфликта. Или гибридного военного конфликта. Сценарии, возможно, разные. Например, большая волна беженцев. Несколько тысяч человек прорывает на широком участке границу. И среди них заходят на польскую или литовскую территорию вагнера, переодетую в гражданку с автоматами под пиджаком. В нужный момент они их достают и либо стреляют в польских пограничников, либо просто захватывают машины заложников, движутся вперед. То же самое может быть в отношении Бильнюса, который 20 километров до границы. То же самое может быть в отношении Долгавпу, латвийского, который еще ближе. И где преимущественно российское население. И мэр, который, мягко говоря, говорят не очень лояльно к Риге. Хотя я могу ошибаться, но мне сказали это лучше. К официальной Риге, как столице. Я, вы знаете, не люблю нагнетать. Я сам иногда высмеивал армистов. Но здесь ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть, как называется. Здесь военное планирование государственно должно, особенно риск-менеджмент, должен осуществляться по принципу готовности к самому тяжелому сценарию. Тогда мы готовы ко всем остальным. Это угроза, совершенно реальная угроза. Она эскалируется. Она набирает, например, ход. Вот эти два залета, залета двух вертолетов совершенно не случайно. Может быть отдельная провокация. Может быть, высотка диверсионно-разведовательных групп и так далее. Латвия знает, что такое, когда два поста пограничника вывезли в 1940 году. И это предшествовало отношению российских войск, как создание казуса советских тогда и так далее. И с этой ситуацией нужно относиться максимально серьезно. И если рассматривать белорусский вопрос, то мы видим, что политика Путина заключается в том, чтобы использовать Беларусь, ограничивая ее реальный суверенитет, в своих абсолютно циничных целях, связанных с созданием прямой угрозы, прямой военной, прямой гибридной угрозы странам, и это, как это, пролог к, как хотите, Третьей мировой, условной, пока учебном варианте. А самое главное, что я не знаю, знают ли наши зрители, но в планах российского командования война на театре на белорусском направлении предусматривает, что Беларусь будет полем боя. Там будет первое приграничное сражение осуществляться, контрнаступательная, наступательная операция. То есть Кремль заранее списал Беларусь в этом смысле, под бойню, как поле разборок. И это еще раз должно подставить вопрос о российских и белорусских отношениях, каковы они есть и какие они должны быть, потому что пока они развиваются, а не очень, мягко говоря, нужную сторону для белорусского войны, а не очень.